Всем привет. Меня зовут Лис. Это для пятого горизонта, работающего на паровой палубе. В частности, это тестовый режим, работающий на паровой палубе, что вполне уместно, потому что именно такие вещи мы собираемся показать в этом предварительном видео. Прежде чем мы зайдем слишком далеко, я хочу показать вам одно изображение. Это когда я впервые получил свою паровую палубу. Я загрузил эти конкретные входы. С левой стороны вы можете увидеть CWIN NEX 2021 Edition. Это работает на энергии 40 драмов, которую вы строите. В левом верхнем углу вы можете видеть, что он работает со скоростью 41 кадров в секунду, и именно здесь начинается управление. Как будто в этот момент игра становится управляемой. А справа вы видите 71 кадр в секунду на паровой палубе. Теперь, если мы очень быстро откатимся назад, это будет повышение производительности в 73 раза, и это здорово, потому что то, что я сказал много-много месяцев назад, было в рамках одного и того же TDP, вы знаете, 1-7 раз выступает в рамках одного и того же TDP. Нет. Поэтому я был рад, что в рамках ограниченного количества игр, о которых сказала Valve, я могу показать вам, ребята, что я смог показать, что это так. Я действительно хочу сказать, что так будет не всегда, и по мере продвижения в игре будут возникать колебания. Это в значительной степени все, что связано с графическим процессором, и вы увидите эту большую разницу, потому что графический процессор на паровой палубе просто на поколение лучше, чем любой другой там. Теперь другое дело, что в серии Win вы действительно можете увеличить TDP и значительно сократить этот разрыв, так что разница в производительности будет меньше, пока вы нажимаете TDP. Мы займемся этим в тот момент, когда это будет разделено на несколько разных частей. Здесь важно то, что если мы вернемся к этой картинке, я собираюсь показать вам, что P-Win Max работает при общей мощности системы почти 26 Вт, а на Steam — 26,6 Вт. Так что в основном они потребляют примерно одинаковую мощность от батареи, но производительность просто гигантская, гигантская. Теперь это не всегда так. В частности, в моих синтетических тестах я использую GPT-Win 3, E-No Retro или GPT-Win Max как в версии 4800D, так и в версии 1165. А затем, что касается демо-версии игры, я сравниваю те немногие вещи, которые я сравниваю, если я не держу их как сумасшедший. Это GB1-3, а затем INX, который использует VIT FIFT 800. Итак, у него есть три ядра процессора DZEN, которые действительно помогают ему в нескольких разных случаях. Так что мы сможем взглянуть на это. И взгляните на различия в производительности на всех разных устройствах. И я стараюсь настроить его так, чтобы мощность была относительно одинаковой. Еще одна вещь, на которую я хотел обратить внимание, это то, что я видел некоторые комментарии, в которых говорилось, что из моего видео у людей возникло ощущение, что вам придется все переделывать, чтобы действительно извлечь что-то из этой командной колоды. Это не так, буквально на этой картине то, что я сделал, ничего не значило. Я нажал кнопку «Воспроизведение» и все. Таков был результат. Значит, они оба работают с одинаковыми настройками. Просто дело было в такой разнице в производительности. Теперь эта разница в производительности устранена с появлением более поздних обновлений. Итак, обновление протона или что-то в этом роде изменили производительность на палубе шва. На самом деле это немного снизилось, но я хочу вам кое-что рассказать, потому что на самом деле я совсем недавно провел целый ряд различных тестов, поэтому цифры меняются, но у меня есть самые точные на сегодняшний день. Это 6-е 6 февраля, верно. Да, сегодня 6 февраля. Итак, последнее обновление, которое я получил 6 февраля, буквально. Сегодня мы провели кучу тестов, чтобы я мог предоставить вам эти данные. Так что не беспокойтесь так сильно о TDP. Да, я смог повысить производительность, и я собираюсь рассмотреть все различные типы элементов управления, которые у меня есть, и показать вам в режиме реального времени, что происходит. Итак, мы перейдем к этому через минуту. Прежде чем вы это сделаете, я действительно хочу поблагодарить нескольких человек. Номер один. Спасибо Сифре за все ваши сценарии и прочее. Они были очень полезны. Номер два. Спасибо, Алго. У него есть ноутбук MX450 NVIDIA с 7135G, которую он мне подарил. Я дал ему три контрольные точки. Синтетические тесты, которые мне разрешили запускать, и на паровой палубе. Итак, у нас есть сравнение, в которых он фактически снизил TDP, чтобы общая мощность составляла около 2526 Вт, так что мы можем как бы измерить их яблоки на паровой палубе Apple против MX450. Итак, у меня есть синтетические показатели этого, так что вы можете получить представление. Приблизительное понимание того, как паровая палуба при максимальной мощности CD сравнивается с MX450, если бы нам пришлось как-то распределять мощность. Очевидно, MX450. Если вы увеличите мощность еще больше, она, знаете ли, пойдет дальше. Но если мы установим их на одинаковую мощность, вы сможете получить четкое представление о том, где находится паровая палуба. Так вот в чем дело. Так что спасибо вам за это. Прежде чем мы зайдем слишком далеко, настройка TDP на паровой палубе — это то, как всегда рекламировались мои старые настройки. Это означает, что P1 и P2 заблокированы. Итак, медленный и быстрый на стороне Энди заблокированы. У них один и тот же номер. Причина, по которой это хорошо, заключается в том, что вы не хотите колебаний. Вам не нужны 28 секунд быстрой работы, потому что это не очень полезно. Так что это похоже на старые вещи, которые я всегда защищал. И по умолчанию так работает паровая палуба. Он просто работает на 15 ватт-15 ватт. Итак, без лишних слов, давайте пойдем и покажем вам все различные типы элементов управления, которые у меня есть. Так что я собираюсь пойти дальше и очень быстро переключить это. Хорошо, и так я отбил одно ядро. Итак, одно ядро, два потока исчезли. Теперь у нас есть три основных шесть потоков. Теперь вы можете видеть, что это все еще работает на частоте в основном 2 ГГц. Но если мы пойдем дальше и разрушим еще одно ядро, мы это сделаем. Два ядра четвертого красного цвета. Вы можете видеть, что он начнет изменять частоту, которую он вводит в эти ядра. И если вы взглянете на частоту кадров, вы увидите, что мы получили увеличение частоты кадров. Так почему же это происходит? Так что эта техника не нова или что-то в этом роде. Об этом уже давно известно в игровых кругах. Как будто вам не нужна целая куча ядер. Как будто наличие большего количества ядер никогда не имело значения. Это всегда была скорость, более высокая частота. Итак, то, что здесь происходит, находится в ограниченном диапазоне мощности, верно? У нас есть 15 Вт для игры, когда мы это делаем. Когда мы начинаем парковать ядра, это говорит о том, что у меня больше энергии, которую я могу начать передавать этим другим ядрам. И это начинает увеличивать частоту, потому что игре на самом деле не нужно 4 ядра, а 2 ядра подходят для этой конкретной игры. Происходит то, что эта дополнительная частота на самом деле повышает производительность прессы. Итак, мы перешли с 60 кадров в секунду примерно до 71 кадра в секунду. Итак, у нас получилось что-то вроде 20-дюймового стенда. Просто, знаете ли, отрезав 2 ядра. Хорошо, отсекая 2 ядра, мы идем вперед и прыгаем обратно. Хорошо, итак, теперь мы снова здесь. Теперь что произойдет, если я сделаю одно ядро? Верно. Вы говорите, ну, это красиво. Это довольно круто. Что происходит? Мы идем к одному ядру. Теперь, если мы перейдем к одному ядру, одному ядру двум потокам, вы увидите, что мы подскочим до 3,5 ГГц. Но, несмотря на это, мы вышли на 3,5 ГГц с точки зрения производительности, с точки зрения частоты кадров, мы на самом деле получили довольно большой успех. Так что вы можете видеть, что прямо сейчас у нас примерно 5453 кадра в секунду. Так что на самом деле это не самый лучший случай. Кроме того, позвольте мне продолжить и отключить это, чтобы вы могли видеть показатели заряда батареи. Пока мы этим занимаемся, позвольте мне продолжить и вернуться ко всему основному здесь. Хорошо, итак, все четыре основных восьмиядерных потока вернулись, так что у нас есть это. Итак, теперь есть несколько способов по умолчанию, губернатор, запущенный планировщик, это расписание, пока у нас не появится несколько разных способов. У нас есть такие стандартные, как производительность по требованию, энергосбережение всех этих типов, и я поиграл с ними, но в конечном итоге я просто оставил основное расписание. Общее расписание по умолчанию — это расписание. Я попытался установить ограждение на часах процессора внутри губернатора, но из-за того, что состояние P на часах процессора будут игнорировать то, что говорит губернатор. Так что, если я скажу «эй, снестись до этой меньшей частоты», состояние мощности скажет «ну нет, это моя база», и я не буду опускаться ниже этого в нескольких случаях, когда мы действительно хотим это сделать. Я покажу это позже, но давайте пойдем. Я покажу, как это можно улучшить, если мы находимся в таком стесненном положении. Но давайте посмотрим, как это выглядит, когда я меняю его напрямую. Хорошо, итак, в этой конкретной ситуации, как мы видим, мы все еще используем здесь четыре ядра с восемью потоками. Я собираюсь пойти дальше и просто сделать одно ядро. Одно ядро, два потока. Итак, мы здесь. И вы можете видеть, что он поднялся до 3,5 ГГц. Это просто потому, что у нас такой бюджет на электроэнергию. Теперь я пойду вперед и скажу процессору, чтобы он включил 1,4. Вот это на процессоре. Вы можете прямо здесь видеть, что я перешел на 1,4 ГГц. Сейчас. Возвращаясь к тому, что я сказал ранее, верно. Как будто мы можем попытаться установить ограждение на процессоре из самого планировщика. Скажите, составьте расписание, пока у вас не будет минимальных часов этого и максимальных часов того. Даже если вы это сделаете, и планировщик попытается соблюдать эти правила, если состояние питания чипа превысит и скажет, что на моих базовых часах нет 1,4 ГБ, вы не опуститесь ниже этого. Так вот почему лучше как бы переопределить центральный процессор напрямую. Так что давайте вернемся к этому очень быстро. Итак, теперь я на одной частоте 4 ГГц. Я собираюсь пойти дальше и сказать нет, никакого процессора. Вы на самом деле собираетесь перейти на 700 МГц, чтобы вы могли видеть очень быстро прямо там. Это похоже. Это довольно просто. Я собираюсь увеличить это обратно, перейти на все основные. Хорошо, итак, теперь мы вернулись к настройкам по умолчанию на данный момент. Теперь я хочу прояснить одну вещь. В этом нет необходимости. Вы не обязаны делать ничего из этого. На самом деле, я просто показываю вам все различные элементы управления, которые у меня были, и пытался применить к множеству разных вещей. Я продемонстрировал некоторые улучшения производительности и всякое такое, и я перейду к этому через минуту. Но я имею в виду, что я только что показал вам 20 улучшений производительности при управлении прямо там с переходом на двухъядерный процессор. Но я собираюсь показать вам другие ориентиры, которые у меня здесь есть. Самое главное здесь то, что в этом действительно нет необходимости. В этом действительно нет необходимости. На самом деле, использование только игрового прицела составляет 95% материала и восходит к тому, что я говорил о том, что игровой прицел — это секретный соус для правой колоды. Итак, повторяю, все это не обязательно. Это просто круто. Хорошо, так что вы можете полностью пропустить эту часть. Перейдите в поле «Описание ниже» и взгляните на подобные тесты и другие вещи, если вам это не интересно. Хорошо, теперь еще одна вещь, которую вы можете сделать — это просто модифицировать сам графический процессор. Итак, если мы пойдем и скажем, что делаем 500 МГц на графическом процессоре. Хорошо, теперь он работает на частоте 500 МГц. Вы можете видеть, что наша частота кадров только что резко упала. Самое важное здесь то, что мы собираемся. Вы можете взглянуть на саму силу. Итак, если мы посмотрим на мощность прямо здесь, вы увидите, что она действительно начинает снижаться, потому что мы используем сенсационно меньше энергии. Вы можете видеть, какое количество потребляемой энергии. Начинаю по-настоящему нырять носом, потому что мы отключили питание графического процессора. Центральный процессор отреагирует на это, потому что ему не нужно работать так быстро, как сейчас. Таким образом, ограничивая графический процессор, центральный процессор будет автоматически реагировать и система. Общая мощность системы просто значительно снизится. Теперь, чтобы было ясно, я действительно рекомендую, что мы используем автоматически на графическом процессоре. Я не знаю. Я никогда из всего того, что я тестировал, не пытался возиться с часами графического процессора, даже если это будет вам доступно. На самом деле не было, не стоило. Я никогда не считал это очень стоящим делом. Я счел, что изменение тактовой частоты процессора является наиболее целесообразным. Просто потому, что штаты работают на полную мощность. Они могут просто крутить свои колеса, слишком сильно тратя энергию, когда в этом нет необходимости. Итак, немного изменив процессор или просто припарковав ядра процессора, вы действительно начнете максимизировать эту производительность. Предотвратите. Так вот, делать это во всех играх неразумно. Для каждой игры потребуются разные настройки. Так что просто нужно помнить, что сторона процессора — самая слабая сторона правой колоды. ГПА везде так же пугающе хорош. Как и везде. Это какое-то безумие. Итак, я контролирую часы графического процессора. Я контролирую тактовые частоты процессора. Я контролирую планировщик. Изменение расписания. Это действительно не так уж сильно помогает. Это отчасти так и есть, когда мы смотрим на низкие значения Micro, SD и SSD. Я займусь этим позже. И я показал вам основную парковку. Единственное, что я вам сейчас не показал, это очевидное изменение TDP. Так что давайте продолжим. И пока вы не покажете вам и это. Хорошо, итак, мы работаем на 15 ватт. Мы просто перепроверяем это и переходим к. Да, итак, мы ограничены 15 ваттами. Теперь я собираюсь пойти дальше и сделать 5 ватт, и вы увидите производительность бака. На данный момент вы можете видеть, что мы работаем со скоростью в основном 30 кадров в секунду. В этом конкретном сегменте мы снизили TDP с 15 ватт до 5 ватт. Настройка TDP в некотором роде ценна, особенно когда она связана с гомоскопы. Я думаю, что это две основные настройки, с которыми многие люди будут возиться. Ими должно быть очень легко манипулировать и очень легко повторять, чтобы как бы оточить то, что является хорошей стабильной настройкой. Хорошо, итак, этот сегмент в основном закончен. Это был тот тип контроля, который я имею над паровой палубой. Это в значительной степени все, что у меня есть, например, полный контроль. Единственное, чего я не могу сделать, это понизить напряжение. Если бы мы могли понизить напряжение этой машины, мы могли бы действительно начать видеть смехотворную производительность при очень низких депс. И мы просто начнем по-настоящему выбивать его из колеи, особенно по сравнению с тремя графическими процессорами или IOM. Какой бы из них ни был, это не имеет значения. Если мы получим пониженное напряжение, мы просто уничтожим, когда мы уже вроде как уничтожаем при низком TDP. Итак, давайте продолжим и перейдем к следующему сегменту. Но прежде чем мы это сделаем, я просто хочу поговорить о нескольких вещах. Итак, GPT Win 3 работает под управлением Windows 1121H2. На нем установлен новейший драйвер Intel 1191. Так что это по всем направлениям. Все, что вы видите, с точки зрения бенчмарка или даже сравнения демо-версии игры, будет использовать этот набор функций, если бы я был на RetroPower или iNeoNext. Оба они также работают под управлением 21H2. Но Windows 10, и на нем установлены два драйвера AMD 2022 года. Хорошо, вот и все. Мы собираемся взглянуть на синтетические тесты. Поднимитесь. Первое, это небо, которое мне больше всего нравится. Теперь единственная разница здесь в том, что когда я обычно запускаю Heaven, вы всегда видите, как я бегу на низких настройках. И причина этого в том, что я начал с GPT Win 1, а затем перешел на графический процессор, о котором на самом деле было не так много графического процессора. И это как бы продвигается вперед, чтобы мы могли лучше сравнить то, что происходило. Если бы я использовал низкие настройки в этих конкретных синтетических тестах, правая палуба была бы запущена, потому что я бы сравнивал Zen 2 с Zen 3 или Willow Cove, которые оба являются лучшими процессорами, чем то, что есть на правой палубе. Это не совсем так. Вам, ребята, было бы не очень полезно понять, что происходит. Поэтому вместо этого я меняю низкие настройки на высокие. Я делаю его более привязанным к графическому процессору, чтобы мы могли видеть разницу в производительности, которую мы получаем даже при низких ТТС. Все синтетические тесты я выполняю каждый ватт. Итак, от 5 до 15 ватт. 5, 6, 7, 8, 9, 10 и так далее. Это просто для того, чтобы вы могли видеть. Итак, без лишних слов, давайте продолжим и перейдем к контрольным показателям. Хорошо, итак, первый график — это рай с настройками Ultra и Extreme на 800 СТР. Единственная разница здесь в том, что разрешение экрана Win 3 составляет 720p, так что на самом деле он работает на 720p на Win 3. Это единственное разъяснение, которое я хочу здесь сделать, просто чтобы вы могли лучше понять, что происходит. В любом случае, давайте вернемся к этому. Итак, если мы взглянем на этот график на высоком уровне, мы увидим, что от 5 ватт до 10 ватт правая палуба в основном имеет тот же низкий F, а затем 11 ватт. Это просто подскакивает, как сумасшедшие. Я хочу прояснить, что я несколько раз запускал 910 11-ваттных скамеек. 10 ватт всегда были примерно теми же 9 ваттами. На самом деле, мой минимальный F периодически подскакивал примерно до 25, примерно один раз из 5. Я записал здесь низкий результат, потому что это случалось чаще всего. Итак, здесь происходит нечто интересное, но это результаты, которые я получил после нескольких проходов по этим конкретным мощностям. Так это просто для того, чтобы вы могли как бы четко понять, что там происходило. Единственное, на что я хочу здесь обратить внимание, это 11 ватт. Особенно, когда мы начинаем внимательно рассматривать их через все эти различные синтетические следы укусов. 11 ватт действительно являются наилучшей эффективностью для этого конкретного чипа. Итак, когда мы смотрим на 11 ватт, вы видите, что он начинает отрываться от двух других платформ и по большому счету просто лидирует. Мы перейдем к следующей таблице. Сейчас мы рассмотрим средний кадр в секунду, потому что средний кадр в секунду и средний кадр в секунду зависят от низких и высоких значений. Это выглядит немного более даже здесь, во всех TDP. Но вы можете ясно видеть, что на каждом шаге TDP он просто доминирует от 5 ватт до 10 ватт. А затем, когда мы приблизимся к 15 ваттам, разница будет не такой большой, если мы посмотрим на этот конкретный случай. Если мы возьмем, если мы попытаемся сравнить их с 15 ваттами на 15 ватт, мы покажем только улучшение производительности примерно на 30-35. Если мы перейдем к следующей таблице здесь. Это взгляд на высокий S. Теперь, на что здесь стоит обратить внимание. Мы можем увидеть это снова. Низкий TDP — это все равно, что просто доминировать. Но если мы перейдем к более высокому уровню, мы увидим, что Intel G действительно начинает компенсировать это. Итак, единственное, на что я хочу здесь обратить внимание, это то, что Intel 1165G7 на самом деле имеет более высокую частоту кадров в секунду, чем Steam Deck, от 13 до 15 ватт. И, естественно, поскольку графический процессор Win 3 может достигать 15 ватт, он может достигать 30 ватт. Мы действительно можем начать шить довольно приличные номера. Теперь, конечно, отдача будет уменьшаться, но мы все еще можем пойти дальше на втором и третьем. Но это только для максимумов, а не для средних значений минимумов, особенно при более низком TDP. Мы на самом деле супер доминируем. Значит, это был беглый взгляд на небеса. То, что я хочу здесь отметить, это то, что не стесняйтесь делать паузу и просто посмотреть на график, и как бы переварить то, что он переживает. Я собираюсь просмотреть их довольно быстро. Я не хочу отнимать слишком много времени и слишком много объяснять, что происходит. Работая над каждым из них, вы просто отнимаете слишком много времени. Так что не стесняйтесь остановиться на любом из конкретных графиков, а затем взглянуть на них на досуге. Хорошо, итак, дальше у нас долина. Это тоже самые низкие показатели. Теперь у этого нет той динамики, которую показал небесный бенчмарк. Мы видим более ясно. Мы видим более четкое продвижение от минимумов к высокому TDP, особенно на паровой палубе. У него действительно убывающая отдача. Снова при 11 ваттах вы видите 12 ватт. Эти два TDP, они действительно не дают большого прироста производительности после этого. Итак, от 11 до 12 ватт мы начнем показывать убывающую отдачу на паровой палубе. Это отчасти верно снова и снова, независимо от того, что вы делаете. 11 и 12 ватт действительно очень эффективны. На паровой утке все, что выше, вы получите лучшую производительность, но вы начнете тратить на 30-40% больше энергии, чтобы получить производительность на 8-10% больше. И такое случается часто. Здесь мы можем взглянуть на средний показатель Fs. Очевидно, что мы такие же глупые люди, как и вы. Теперь одна вещь, на которую следует обратить внимание, заключается в том, что все это настройки на Steam Deck, а также на Win 3 и Fork 800U. Я не вмешиваюсь в попытки повысить их производительность, либо вмешиваясь и меняя тактовые частоты графического процессора, либо на стороне Intel, изменяя режимы ЭПВ. Я этого не делаю. Я мог бы повысить производительность лучше, но это просто взгляд на это с точки зрения акций. Еще раз, если мы посмотрим на 15 Вт, мы увидим повышение производительности паровой палубы на 30-35% по сравнению с другими моделями. Если мы еще раз взглянем на максимумы, то увидим, что Intel Z очень и очень конкурентоспособна в плане получения высоких кадров в секунду. Он действительно делает здесь действительно хорошую работу, но его минимумы — это то, что убивает его больше всего. Хорошо, следующая — суперпозиция. Все это тесты Anogen, потому что они кросплатформенные и хорошо работают. Они мне нравятся, и я часто использовал небеса, так что единственная разница здесь в том, что я хотел бы вернуться к этому. Я могу установить Windows на паровой палубе и запустить их в DirectX, поэтому я вернусь к ним, как только у меня появится возможность это сделать. Но в любом случае, давайте продолжим, взглянем на суперпозицию. Это работает при средней настройке 1080p. Если мы посмотрим на низкий Эвс, мы увидим, что просто Steam Deck просто сокрушает его по всем направлениям. Если вы посмотрите на средний показатель кадров в секунду. Еще раз повторяю, у нас есть, вы знаете, колоссальная зацепка. Хорошо, еще раз. Если мы посмотрим на результат в 15 Вт, мы увидим, что это в основном повышение производительности на 55-40% по сравнению с двумя другими платформами. И мы собираемся взглянуть на разницу в частоте кадров. И еще раз повторяю, это очень важно. Здесь интересно отметить, что Superposition является более новым типом бенчмарка, и мы видим гораздо лучшие улучшения в Steam по сравнению с другими платформами, когда более старые бенчмарки, такие как Heaven и Valley, имеют меньшую разницу в производительности. Так что здесь есть немного интересные замечания. Так что просто интересные данные. Заканчивая синтетические тесты, мы собираемся взглянуть на Steam Deck по сравнению с ноутбуком на базе MX450. Еще раз, у ноутбука на базе MX450 был снижен TDP, так что его общая системная мощность соответствует тому, что использует Steam Deck на 15 Вт. Так эффективно оба они потребляют около 26 Вт общей мощности системы. Это 26 Вт, потребляемых от батареи на обеих платформах, так что это более равномерная позиция с точки зрения конкуренции. Итак, первого числа мы собираемся взглянуть на небеса. Самое главное здесь то, что низкий F's на паровой палубе просто превосходит низкий F's на MX450. И вы знаете, что мы душим систему. Очевидно, что деталь MX450 может увеличить TDP и действительно начать превосходить ее по производительности. Но Steam Deck действительно показывает, что в этом конкретном тесте она более развита. Если мы поедем в долину, мы увидим, что MX450 действительно очень хорошо обменивается ударами с паровой палубой, и оба они имеют неровную почву. Они вроде как обмениваются ударами то тут, то там, но я бы почти сказал, что в данном конкретном случае они относительно равны, что довольно здорово видеть. Теперь, если вы перейдете к суперпозиции. Еще раз повторяю, эта колода представляет собой более совершенную систему из этих конкретных скамеек. И это не значит, что MX450 не очень хорошо сбалансированная машина, просто ей явно нужно больше мощности. Поэтому, когда мы содержим его TDP таким образом, это ясно показывает, что он в клетке. А если бы мы просто вложили больше энергии в этот MX450, чтобы просто подняться как чемпион? Хорошо, итак, на этом этапе я собираюсь перейти к следующей части, которая представляет собой демонстрацию игры в сравнении. Мы поговорим об этом через минуту. Перед этим я собираюсь коснуться основы в той части, которую я дразнил ранее. Теперь я показал вам лучшую производительность при управлении, когда мы припарковали несколько процессорных ядер. Я также смог повысить производительность, оставив все ядра активными, но просто настроив частоту процессора, установив низкий потолок частоты процессора. Итак, если мы взглянем на это, то увидим, что это рай. Это работает на 5 Вт. Все эти настройки рассчитаны на 5 Вт. Единственное, что здесь отличается, это то, что я бегу. Я работаю на разных частотах процессора для каждого отдельного теста, так что мы можем видеть, что запас в 5 Вт в целом дает худшие результаты из всех возможных. И по мере того, как мы поднимаемся, в основном 1-2 ГГц на процессоре, это действительно то место, где деньги нужны для TDP в 5 Вт. Если мы взглянем на график, то увидим, что, похоже, он как бы падает на максимумах, как будто он поднимается, а затем опускается, если мы посмотрим на высокие ФС. Но если мы посмотрим на средние показатели, то это действительно как бы заканчивается. Он начинает снижаться после 1-2 ГГц. Итак, 1-2 ГГц в качестве потолка для процессора. Все ядра на 5 Вт действительно являются приятным местом. Там есть некоторая изменчивость. Вот как это выглядит в Форзе. Хорошо, итак, это очень запутанный график. Но я объединил их все, и вы можете видеть, что это соответствует критерию от 4 до 5. И я просто выстраиваю их так, чтобы все они отправлялись в одно и то же точное время. Если вы взглянете на них, вы увидите, что в них есть некоторая синхронность. Особенно в самом начале, когда частота кадров достигает максимума, а затем резко снижается, когда игра фактически загружается после простого запуска бенчмарка. Итак, если мы взглянем на это, то все будет в порядке. Важная часть здесь заключается в том, что синяя линия на самом деле является настройкой запаса, которая на самом деле опускается ниже 20 кадров в секунду. 1, 2, 3, 4 раза против 1, 1 ГГц, который идет только ниже, который 2 раза опускается ниже 20 кадров в секунду. И 1, 2 ГГц, который ровно 1 раз опускается ниже отметки 20 кадров в секунду. И в самом начале после этого она не опускается ниже 20. На самом деле, если бы мы просто посчитали, сколько кадров составляет 30 и выше, из всех кадров, отснятых в бенчмарке, 2426 кадров превышают 30. Если мы сделаем 1, 2 ГГц, 2519 кадров превысят 30. Если мы просто возьмем эти цифры, то получим 10%. Это на 10% лучше. У нас получается на 10% лучше достигать 30 и выше, когда мы делаем запасы, по сравнению с одним-двумя ГГц. И опять же, это в значительной степени похоже на небесный бенчмарк, где акции против 1, 2 примерно на 10% лучше. Итак, в синтетических тестах и фактически в демо-версии игры мы становимся на 10% лучше, просто настраивая процессор здесь. Опять же, вам на самом деле не обязательно делать все это. Вы этого не делаете. Это просто интересные биты данных. Что очень, очень полезно в большинстве случаев, так это просто использовать предельную частоту кадров гомоскопы, и все. Вы почти закончили. Вы также, вероятно, можете настроить ТП, который также будет вам доступен, и просто немного подстроить, знаете ли, просто сузить область, где вы пытаетесь его найти. Но это все. Это. Это действительно так просто. Это действительно просто данные. Хорошо, хорошо, итак, в следующей части мы рассмотрим демо-версии игр и сравним их с некоторыми другими портативными устройствами здесь, а затем просто с демонстрациями самих игр, которые просто запускаются сами по себе. А затем мы перейдем к другим сравнениям. Я потеряла вас там на мгновение. Вы знаете, что у меня на уме? Мой младший брат Дилан Дэ. 17 лет прошло с тех пор, как человек вышел из этого бюро. Черт! Черт! Дерьмо, дерьмо, дерьмо! Поднимите орудие убийства. Вы хотите, чтобы я его подняла? Орудие убийства. В самом деле. Тот же пистолет. Хорошо. Теперь у меня есть пистолет. Хорошо. Хорошо. Это мертвец сразу после того, как пирамида показались мне, и это был просто шум, и я понимала каждое слово, и этот пистолет живой. Знаете что, я счастлива, счастлива быть здесь. Снаружи все успокоилось, так что идти безопасно. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Воздуховоды. Они будут ждать вас. Вы должны. Субтитры создавал DimaTorzok Чтобы выбраться из самолета, нужно попасть в духовку. Воспользуйтесь услугами, чтобы попробовать. Чтобы набрать скорость. Идите, идите. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мне нужно кое-что убрать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Какой беспорядок? Какой беспорядок? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Второй раунд белого. Вы выиграли. Это цель быстрого путешествия. Разбейте их, чтобы получить скидку на быстрое путешествие. Разбейте их всех, и Хорайзен покроет все ваши расходы. Долина. 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 Продолжение следует... 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 на самом деле этот микрос действительно выиграл там примерно на половину второго это могут быть просто варианты верно как будто это так мало что они вероятно совершенно одинаковые вы живы вы меня слышите они уже ищут вас в основном наихудший сценарий который я обнаружил длился примерно 17 секунд и так от 17 до 12 секунд я не знаю на самом деле в этом нет ничего сумасшедшего в принципе все сводится к тому что если вы купили модель 400 с вами все будет в порядке эй вы не собираетесь вам будет все равно это не будет так возмутительно медленно как вы заметите не думайте что 400 всех моделей это просто солидная покупка хорошо дальше задержка ввода общая задержка ввода теперь еще раз в моем предыдущем видео я говорил вам что у меня камера с частотой 480 кадров в секунду я проверил это на этой камере в этом предварительном видео так что вы действительно можете взглянуть на мертвые клетки и как вы видите этот отсчет кадров пройдите через него важно взглянуть на частоту кадров которая происходит здесь прямо сейчас это без wing так что игра работает так быстро как я только могу это наилучший сценарий того как быстро мертвые клетки могут получать входные данные и обновляться на экране и если вы сейчас посмотрите на его 16 кадров то увидите 480 кадров в секунду я записываю каждые 2 8 миллисекунд и так если мы умножим 16 на 2 8 то получим 3333 это 3333 миллисекунды для моего нажатия кнопки и на экране должно появиться обновление это два кадра экрана с частотой 60 герц это безумие теперь я записал это и на свой iphone pro 13 max и сократил его до одного кадра конечно кадры с частотой 240 кадров в секунду здесь на самом деле не записываются со скоростью 240 кадров в секунду когда я проверяю это больше похоже на 173 так что там могут быть какие-то дополнительные варианты поэтому я не хотел использовать там iphone 13 pro max потому что один кадр абсолютно безумно но два кадра которые я чувствую похоже на то что в значительной степени произойдет если мы отключим wing на dead cell итак за два кадра до обновления общая задержка ввода составляет 33 миллисекунды нажмите кнопку обновления на экране это безумие это действительно хорошо у меня здесь нет видеозаписи но когда вы устанавливаете wing на клетке нежити она увеличивается до 25 миллисекунд так что на самом деле общая задержка ввода составляет 5053 миллисекунды что опять же даже при включенной синхронизации это все равно фантастика это действительно действительно хорошо общая задержка ввода на дисплее 60 герц это фантастика следующий шаг если мы посмотрим на контроль теперь то что я сделал с контролем что потому что конвейер этих трех игр д может быть намного длиннее может быть некоторая дополнительная задержка с задержкой ввода теперь дело в том что если в некоторых анимациях вы на самом деле не видите что что-то происходит очень быстро поэтому вместо этого я просто использовал пистолет и посчитал когда пуля появилась на экране и я просто получил очень контрастную область и когда я взглянул на это то увидел что в основном отчитывается 40 4546 кадров прежде чем я увидел анимацию пули таким образом вы можете видеть что анимация пули находится прямо там при количестве кадров 48 таким образом более или менее это 96 миллисекунд общей задержки ввода то есть вы знаете такая консоль как это может быть просто условием контроля и любого трубопровода который в нее есть очевидно мы уже видели насколько хорошо работает дед селс поэтому мы знаем что он способен к смехотворно быстрой общей задержки ввода поэтому я собираюсь записать это на бумаге что это именно то что происходит в рамках контроля и в процессе контроля итак мы смотрим примерно на 9698 миллисекунд общей задержки ввода при управлении далее я собираюсь взглянуть на призрачного бегуна бегущего с двумя разными частотами кадров у меня скорость 60 кадров в секунду и я также установил ограничитель кадров на 30 кадров в секунду чтобы посмотреть что произойдет в моей голове я думал что установка ограничения в 30 кадров будет проблемой но на самом деле оказалось что примерно то же самое например определение того когда я действительно нажимаю кнопку я бы сказал что там достаточно вариантов чтобы они на самом деле были практически идентичны таким образом независимо от того ограничено ли оно 30 или 60 общая задержка ввода в основном составляет 100 110 миллисекунд и игра проходит очень очень быстро так что играть в нее совершенно легко просто это то что представляет собой общая полоса ввода и что я записал одна вещь которую мне бы очень хотелось это если бы мы могли отключить wing например производительность при включенной wing это было бы довольно круто хорошо это довольно важная часть срок службы батареи такой что я проработал три недели хорошо я провел так много тестов на время автономной работы что не могу сказать вам сколько раз я пропускал каждое обновление которое поступало в steam я запускал его снова и я запускал его снова и я запускал его снова и я просто продолжал его запускать вот что хорошо иметь два подразделения так это то что на одном подразделении я мог бы просто постоянно что-то делать пока я делаю что-то другое и я просто продолжал бежать бежать и бежать и ради всего святого я я просто не получал ничего такого что было бы настроено на 8 часов мне так и не удалось уложиться в 8 часов и так давайте начнем с первого наихудшего сценария хорошо наихудший сценарий когда я Я впервые включил устройство и снова. Взгляните, пожалуйста, на это видео здесь. Это видео о времени автономной работы, которое я сделал для паровой палубы давным-давно. Это все еще верно сегодня со многими фундаментальными принципами, верно. Батарея — это основа, основа каждого портативного устройства. Если у вас просто есть этот потрясающий игровой ноутбук, который потребляет 200 Вт, и вы получаете 10 минут автономной работы, это может быть великолепные 10 минут, но это в корне бесполезно. Вы бы им не воспользовались. Вы бы не стали его вынимать, потому что 10 минут — это ничто. Батарея является основой этих устройств и имеет мощность 40 Вт. Наша батарея на паровой палубе — это то, что является нашим конечным пределом здесь. Обычно, когда вы говорите 15 Вт TDP, и он использует все 15 Вт, остальная часть системной мощности, ЖК-дисплей, Wi-Fi и все остальное может потреблять до 7 Вт. Поэтому обычно, когда вы говорите, что 22 Вт — это то, что вы собираетесь использовать. Вот как я получил отметку в 110 минут. Однако, когда я вошел в свой блок предварительного просмотра, когда я начал его просматривать, пытаясь предусмотреть наихудший сценарий, отключить синхронизацию V, чтобы он работал ужасно. Вы знаете, например, поставить его на низкие настройки, получить высокую частоту кадров и просто сжечь, сжечь чип Вена. Например, сделайте так, чтобы все шло так быстро, как я могу. Я смог заставить систему потреблять до 27 4 Вт, хотя TDP ограничен 15 Вт. Теперь я не знаю, смогу ли я показать в этом году или нет. Может быть, когда дело дойдет до 24-го, вы сможете просмотреть эти данные через командную строку. Даже если вы видите колпачок на 15 Вт, вы можете ясно видеть, что сам чип раздувается до 20 Вт. Таким образом, он непоследовательно-последовательно использует 20 Вт, даже если он находится на пределе 15 Вт. А затем к этому добавляется общая мощность системы в 7 Вт. Итак, я получал примерно 27,4 общей мощности системы в Вт от батареи. Это означает, что это было примерно 85 минут автономной работы. И я сделал это во времени. А затем я запустил оба своих устройства, и у меня получилось примерно 85 минут и 90 минут. Так эффективно, что это похоже на 90 минут автономной работы, когда вы запускаете это. И это произошло на обоих моих устройствах предварительного просмотра. Теперь это просто данные, которые есть в предварительном просмотре. Может быть, это изменится, когда вы, ребята, получите свои подразделения. Я бы хотел, чтобы кто-нибудь сказал мне, что они получают эти материалы, но на обоих моих устройствах предварительного просмотра это время, которое я получил на них обоих. В худшем случае, вы пытаетесь сделать все как можно хуже верно. Если вы отключите рассинхронизацию, если у вас низкие настройки, и вы работаете со скоростью 90 кадров в секунду, когда для этого нет причин. У вас дисплей с частотой 60 Гц, с какой стати вам работать со скоростью 90 кадров в секунду? Для этого нет никакой реальной причины. Просто включите ВИНК, вы сэкономите энергию, вы будете. Нет никаких причин, по которым у вас может непреднамеренно быть ужасное время автономной работы. Поэтому убедитесь, что вы пытаетесь, но узнаете периодически на это смотреть. Теперь это мой предварительный просмотр. Это может измениться в лучшем случае. Чего я смог добиться, если бы хотел для мертвые ячейки, например, если бы я поставил яркость на 50 и громкость на 50, оставил Wi-Fi включенным, но просто включил его там. Я смог получить в основном 6 часов и 5 минут. Общая мощность системы составляла 6-5 ватт. Это было лучше, чем я думал. Я действительно сказал, что если бы это был конец, если бы вы посмотрели мое видео с батареей в конце, я действительно говорю, что я мог видеть 6 часов как будто. Максимум, и это в основном то, где мы находимся. Как будто более или менее мое видео с батареей похоже на деньги для меня. Исходя из того, что я могу здесь сделать, это лучшее, что я могу сделать. Мне вообще нравится, что я могу сделать портал 2. Второй портал потребляет около 7 ватт, так что я могу получить около 5 часов и 40 минут на втором портале, если я ограничу скорость до 30 кадров в секунду. Но Valve говорит мне, что внутренне они становятся лучше. Я просто не смог воспроизвести это. Итак, я сообщаю вам эти цифры здесь. Так что, по сути, это обычный срок службы батареи, особенно в этом видео. Я собираюсь показать вам, что довольно легко получить около 4 часов. Как будто я могу получить 4 часа из 4 до 5, если мы просто ограничим 2 часа 30 минут и просто кое-что подправим. Даже если вы этого не сделаете, вы можете уложиться примерно в 3 часа 40 минут с 4 до 5. Полегче. Буквально просто установите его на самые низкие настройки, сделайте игровую область 30 и не делайте этого. Вы закончили. Вы можете получить 3 часа 40 минут с 4 до 5. Итак, я думаю, что 4 часа — это нормальное среднее значение для паровой колоды. Даже в очень производительных играх вам просто нужно ограничить частоту кадров до 30. Если вы все время будете пытаться набрать 60, вы начнете использовать больше энергии, потому что этот процессор действительно начнет увеличивать потребление энергии, чтобы соответствовать этой частоте кадров. Хорошо. Итак, в итоге, моя оценка батареи на паровой палубе, когда вы сопоставляете ее с чипом, может быть на четверку с плюсом. Вообще говоря, чаще всего у вас будет от 3 до 4 часов, независимо от того, какую игру вы собираетесь смотреть, при условии, что вы делаете 30 кадров в секунду в более современных новых играх. Если вы попытаетесь набрать 60 в современных новых играх, время автономной работы будет ближе к 2 часам. В этом-то все и дело. В худшем случае время автономной работы — это лучшее время автономной работы. Шесть часов — это действительно хорошо. Действительно, действительно хорошо. Это как пятерка, как пятерка, а не пятерка плюс пятерка. Вы знаете, есть вещи, на которые я трачу восемь часов, а потом двенадцать часов. Это как класс С — двенадцать часов плюс восемь часов. Восемь часов как целый день, верно. Это плюс. Так вот, какова моя оценка батареи? Хорошо, значит, этого не должно было быть в этом видео, но я решил, что на самом деле это не так. Это небольшой объем данных, так что я могу просто вписаться сюда, это термические показатели. Итак, еще раз, поскольку я могу запустить систему на двадцать ватт таким образом, ЧИ будет использовать двадцать ватт, а остальная часть системы будет использовать семь ватт, всего двадцать семь ватт. Итак, мы как бы подталкиваем его к тому, что он действительно должен использовать, даже когда мы это делаем, и я запускаю его в течение сорока минут. В основном она составляет в среднем около семидесяти шести градусов по Цельсию. Она вообще не поднимается выше восьмидесяти. А затем, когда мы смотрим на тепловую температуру, например, визуально, вся теплота в значительной степени локализуется в центре, где вы держите ее на ручках, например, здесь она ледяная, как будто вы не чувствуете. Тепловое излучение не передается туда. Итак, одно из преимуществ наличия такого широкого устройства заключается в том, что с термической точки зрения ни одно тепло на самом деле не выходит наружу. Например, не передается этому пластику сбоку. Вы ничего не чувствуете с этой стороны. Итак, если вы положите устройство себе на колени, да, вы можете почувствовать, что оно теплое, но по краям, где вы держите устройство, нет, оно настолько прохладное, насколько это возможно, так что это действительно быстро. В худшем случае температура ниже восьмидесяти градусов по Цельсию, и там, где вы его держите, не становится жарко. Так что плюс в том, что все в порядке, и я думаю, что это все, что завершает мое предварительное видео на сегодня. Надеюсь, вы все это выдержали. Надеюсь, у вас, ребята, все в порядке. У меня действительно есть двухнедельный промежуток времени, когда я могу собрать больше данных. На самом деле у меня есть еще несколько видео, которые я запланировал, так что следите за обновлениями до 25 числа, когда у меня будет свой обзор, а затем и целая куча видео. На паровой палубе есть еще много интересных функций, о которых вы не знаете, и я надеюсь, что смогу рассказать вам в ближайшее время, поэтому я снова оставляю вас с подразниванием. Как всегда, ребята, спасибо вам за ваше время и спасибо, что посмотрели.